Всем добрый день! Меня зовут Ольга Лисицына, и это мой первый прямой эфир на моём бывшем аккаунте, который ранее назывался News with Life. Почему? Потому что я жила в Швейцарии, в городе Луганус 2010 года. И я вас приветствую сегодня из города Сочи, куда я переехала в конце сентября 2023 года. Практически через месяц с небольшим можно отмечать годовщину моего проживания, моего возвращения на территорию Российской Федерации домой к Матушке России. Я представлюсь. Меня зовут Ольга Лисицына. Я писатель, публицист, просветитель. Но прежде всего я хочу рассказать вам о моём мультиканале, который я начинаю для молодёжи 14+. Потому что именно в 14 лет у молодого человека возникают вопросы. Как строить отношения с родителями? Как идти по жизни далее? И очень-очень много вопросов. Соответственно, мой мультиканал называется Мудро 21, который есть на Ютубе, ВКонтакте я тоже буду публиковать, и в Телеграм-канале. То есть везде вы можете найти это AdMudro21. Ещё я вам расскажу, почему я лысая. А так как мы знакомимся, я сегодня вам расскажу поподробнее о себе. На моём фоне стоит макет книги, которую я написала для молодёжи 18+. Но прежде всего, почему я лысая. 14 июля был день рождения моего сына, которому исполнилось 25 лет. Я пошла на море, включила второй концерт Рахманинова, чувствовала себя очень весело, прекрасно, великолепно, вдохновляюще. И там есть различные темы, которые сначала идут такое преодоление, а моя жизнь – это и было преодоление. Как закалялась сталь, я выбрала такой сценарий своей жизни. И так как и в детстве, и в молодости, как раз вот в возрасте 13-14 лет и далее, у меня были очень большие проблематики и со школой обучением, и с, скажем, в семье, потому что у меня был отчим, который очень сильно зверски меня избивал. И уже потом, будучи студентом и Института сознания нового времени, и обучаясь в школе астрологии, всё это меня туда как бы направило, потому что я хотела прежде всего понять себя. А когда я поняла себя и поняла, как работает этот мир, мне захотелось делиться этим с вами. Так вот, иду, я слушаю Рахманинова, позавтракала, всегда беру капучино в моем любимом баре-кафе, прямо напротив моря, капучино с миндальным молоком, благостно, так всё было прекрасно. Потом я села прямо вот перед морем, могу сказать так, мне 54 года, и когда в мае в прошлом году я уезжала на разведку в Россию, я всегда красила волосы. Я не знаю, сколько денег, сколько БМВ я оставила в Жак-де-Санже в Москве, в Жак-де-Санже в городе Луган, где я прожила 14 лет. Вот опять же, видите, это цифра 14, 14. И я сделала такое, всегда красилась, у меня были всегда длинные волосы, вы можете посмотреть, там есть фотографии внизу, всегда, соответственно, была такая шоколадная, не по цвету кожи, как сегодня, но у меня такого шоколадного цвета были каштановые волосы. И тут я решила, ну, как видите, у меня достаточно много седины, а в Европе, в общем-то, это совершенно нормальная история. И даже мама Илона Маска, о котором я часто говорю и вспоминаю, потому что с Робертом Зубриным, который привёл Маска в космос, который заразил его любовью к космосу, потом уже Маск выбрал направление Марса, вот, поэтому, так как мы сотрудничали и работали по ветроэнергетике, с американскими компаниями многими я работала, потому что также я и предприниматель со стажем 30+, Так вот, как я из предпринимателя стала лысой писательницей, публицистом, которая на сегодняшний день готова и очень хочет инвестировать своё время для того, чтобы наша молодёжь, прекрасная, красивая, нашла свой путь, шла путём в светлое будущее, понимала в жизни, как строить отношения и всё остальное. И так как я косячила очень много, была и двоечницей, и троечницей, даже моя мама меня спросила, она говорит, Оля, а как ты стала писателем? У тебя же тройки были и по русскому языку. Я говорю, мама, у меня команда, у меня есть корректоры. Самое главное иметь вот этот вот огонь предпринимательский, огонь преодоления, огонь, когда ты знаешь, как это. И благодаря моему Сатурну в 10-м доме я знаю, как это, и знаю, как собрать команду и организовать себя. Так вот, я решила, думаю, ладно, не буду мучиться, вот это сделаю, такое милирование седое. Мне сделали красивое милирование, потратила на это 300 франков, на русские деньги, это 30 тысяч рублей. И такая вся красивая седая приехала в Москву на разведку. Я точно знала, так как я ранее жила на Рублёво-Успенском шоссе, что я в Москве жить не хочу. Еще когда мой друг Антон, я шла такая вдоль озера Лугана, так сказать, никого не трогала. Позвонил мой друг и говорит, Оля, слушай, я давно хотела тебя спросить, а ты не думала, кстати, вернуться жить в Россию? Я такая, в Россию вернуться, я не знаю. И я говорю, слушай, ну в Москву точно нет, потому что я жила на Рублёвке. Я уехала из России, по сути, потому что я поняла в один прекрасный день, что два часа я еду в город на Фрунзенской набережной. У меня был офис сначала на Патриарших прудах, потом я на Фрунзенскую переехала, чтобы быть поближе к Макаду и к Кутузовскому, уже к Третьему кольцу. Потом час ездишь из офиса по каким-то делам, и потом два часа ты возвращаешься на перекрытый Кутузовский. Тогда еще не было платной дороги, ее только уже потом, где-то в 16-м, по-моему, году открыли, а ее ехала в 2010-м. И я посчитала, что 5 часов в день я провожу в автомобиле, и там 7-8 часов в день я сплю, и получается, это я уже в 40 лет начала задумываться об этом, что основной период моей жизни я провожу, ну в общем, вот так вот бездарно. То есть наш единственный ресурс, ценнейший, это время, потому что когда нам дарована жизнь, век живи, век учись, мы должны получать навык. И да, я очень крутой навык получила по ведению бизнеса во времена пандемии. У меня был очень крутой кейс с 3М-производителем американским масок, где моя команда должна была получить комиссии 22 миллиона долларов. Соответственно, моя часть была 7 миллионов долларов. Но сегодня вот утром, когда я готовилась к эфиру и думала, что я вам расскажу, я подумала, наверное, хорошо, что эта сделка, она была настолько глубокая, там были и арабские шейхи задействованы, и, соответственно, вот эта крутая компания, и там адвокаты все из Нью-Йорка и все такое. И поэтому она очень была, там, миллиардная сделка была, она очень так длинно-длинно длилась, и потом уже в ней не было, слава богу, пандемия закончилась, в ней не было смысла. Но если бы я тогда заработала 7 миллионов долларов, наверное, я не стала бы писателем, публицистом, просветителем. И, наверное, я бы, как многие люди выбирают, я всю жизнь прожила свою в материальном мире, белкой в колесе, успешным предпринимателем. Ну, наверное, там бы я и осталась. То есть, может быть, сейчас сидела где-нибудь на яхте в Монако и ни о чем не думала. Но все, что не делается, все к лучшему. Я с молодости выбрала этот сценарий, как закалялась сталь. Поэтому, соответственно, хорошо. И вот, значит, я вот эту вот седину с Алей Пепе, соль, перец сделала. Я приехала в Россию, поехала в Ялту, потому что научно-философское общество «Мир через культуру», с которым я сотрудничаю уже несколько лет, и благодаря которым я начала писать, потому что я столько не знаю. Они с 1988 года под руководством Алексея Михайловича Алферова, научно-философское общество «Мир через культуру», с завидным постоянством ведет свою деятельность. И они собрали всю мудрость жизни со всей планеты Земля во все времена и создали серию лекций. На вот этот уже синтез серии лекций я и стала пробуждаться. Соответственно, я поехала и проведала. А учитывая то, что моя мама с 1987 года живет в городе Сочи, я приехала ее проведать. И вот она меня встретила в красивом полосатом платьишке, шляпке с полосатой ленточкой. У меня билет был туда 2 июля, обратно 9. Но так как моя мама живет в центре, там сейчас улица непроезжая, сейчас очень красивая, какой Сочи красивый, неимоверный. Я Сочи раньше не любила, потому что он был немножко такой колхозный. А сейчас просто красавец. И вот зимой еще, ну, во-первых, пальмы, цветы, пляжи ухоженные, рестораны, кафе, магазины. Какие люди красивые ходят, дети какие красивые ходят, с одной стороны. Но почему я решила именно для молодежи «Мудро-21» этот канал сделать? Потому что я вижу, что как некоторые мамы, к сожалению, общаются и обращаются к детям. Выход из воды – это отдельная история. Я вижу, как 14-летние, 16-летние молодежь находятся в бунте. Я сама знаю, что такое бунт. Я проходила это со своим старшим сыном. Мега-бунт. Но после обучения в институте, после обучения у самой жизни, я считаю, что жизнь, она и есть мое высшее образование. У меня нет высшего образования. Я даже институт у нее психологии не закончила. Знаете почему? Потому что у меня Луна и Марс в Стрельце. Мы, Стрельцы, любим опираться на свой опыт. И сегодня я понимаю, что у моего сына, у старшего, которому в 25-м году исполнится 30 лет, почему он не хотел учиться и почему основные конфликты у нас были, делает он домашнюю работу или нет. А нам, Стрельцам, не надо делать домашнюю работу. Поэтому я хочу всем этим поделиться с молодежью. Первое. Как познать себя? Как строить отношения со своими родителями, со своими сверстниками? Но самое главное, как построить самое прекрасное чувство, которое присутствует на планете Земля? Это любовь. Безусловная, красивая любовь. И книга «Он и она», которую я уже практически написала. Еще раз говорю, макет вот сзади стоит. Мы будем много о ней говорить, будем разбирать героев, потому что на примере Андрея, главного героя, и Марии, которые 21 сентября, в 21-м году исполняется 21 год, мы будем познавать уроки мироздания. И как из-за бывательской белки в колесе, но Андрей, диджей, он курит, сами понимаете, что. Вот. Как он за несколько условных дней переходит из вот этого бунта, непонимания, боли, потому что у него очень много трагических тоже событий происходило в жизни. Его лучший друг Антон покончил жизнь самоубийством, казалось бы, в счастливом колледже, в счастливой стране. Но сегодня обо мне. Почему я лысая? Привыкайте к моему методу изложения, потому что нам, стрельцам, хочется быстро все вам сказать, и очень много. Поэтому я, с одной стороны, ухожу в какую-то ветвь, но я научилась возвращаться в эту ветвь. И вот у нас в институте было 120 часов классики. Но я от них отказалась. Я сказала, я не хочу учить Хрейда, Юнга и все остальные. И даже Елена Вайсиненко, Елена Вайс, известная очень на волнах интернета, выбрала, я понимаю, лучшую методику классической психологии для того, чтобы у нас были лицензионные дипломы. Но нам, стрельцам, диплом – это бумажка. Для нас, стрельцов, важен этот опыт. Я сказала, я не буду 120 часов своего драгоценного времени тратить на этих Юнгов и Фрейдов, этих дедов. У нас в 21 веке все по-другому, но у нас время движется по-другому. Мы любую информацию можем получать через интернет, через соцсети. Поэтому я сказала, нет, мне вернули деньги. Благодарю. Так вот, сижу я на берегу озера, моря. Я все время, когда я жила в Лугану, я все время путала, я говорила первое время, море, море. Теперь я сюда переехала, и я, когда тем более говорю о Швейцарии, я все время путаю, говорю, озеро, озеро. Сижу на берегу моря. Слушаю Рахманинова. Понимаю, что я была роженица 14 июля. И ощущаю себя, что я могу начать новую жизнь. Новую жизнь во всех отношениях. А вы знаете, что в волосах там вся не только таблица Менделеева, но и весь наш путь отображается. Во-первых, я их жгла этими всякими химией, потом этими обесвечиваниями. Ну, это, естественно, еще хуже химия. Вот, во-первых. Во-вторых, у меня вот была история одной приятельницы из Лугану. У нее, когда отбирали сына, это очень трагическая история, и обязательно в книге она будет отображена. Ее бойфренд, он подстригся на лысо, и, естественно, не смогли доказать, что он кое-что употреблял. Вот, а у моей подруги взяли анализ, и на базе этого анализа забрали ребенка. Это очень большая трагедия, она долго-долго билась, билась, билась. Но ювенальная юстиция, юстиция, которая очень сильно активна на Западе, то и здесь очень сильно тоже сейчас проявляется. Но мы с ним будем бороться вместе. И хочу сказать, что когда в феврале 22-го года началось СВО, я была, естественно, еще в Швейцарии, я очень много работала и с детками, беженцами украинскими, естественно, с мамами, но работала именно как переводчик. Я переводчик у жизни. А все те ситуации, которые со мной происходят или происходят в кругу моего общения, с людьми, кому я делала проработки, с людьми, которыми знакомлюсь на пляже, с людьми, которые... Новая категория моих знакомых, моего круга общения – это попутчики, это люди, с которыми я знакомлюсь в поезде или в самолете. Все это – собирательный образ для и главных героев, и ситуаций в жизни. И я надеюсь, что так как первая книга, где Андрей с Марией знакомятся, а дальше у них происходит 21 сентября в 21-м году, Мария становится беременна тремя близнецами, два из которых положительные, а один – хулиганистый, прошлое воплощение – Феликс Дзержинский. Вот. И вторую книгу, которая называется «Семьми я», потому что все семерично в нашем мире, и я вам буду рассказывать, что у нас семь тел, одно физическое, три смертных и три бессмертных, наша высшая душа, наш руководитель. Соответственно, обо всем об этом мы будем собирать. И вот, мой творческий псевдоним Фьора де лавита в переводе с итальянского языка означает «цветок жизни». И я не просто так согласилась взять у жизни данный псевдоним, потому что, по сути, нашу книгу, наши книги, а это серия книг, настольная книга для больших и маленьких человек, где человек – это ученик в веках. И, естественно, я буду рассказывать о законах мироздания, один из которых, основной, который мы должны понять, это закон реинкарнации, воплощения. И тогда мы поймем, почему, когда мы встречаем кого-то, у нас сразу какое-то тепло в душе, кто-то это называет химией, а кого-то мы тихо ненавидим и вообще не понимаем, почему этот человек нас бесит. Но я могу сказать, что каждый человек на нашем жизненном пути – это наш кармический партнер. Это может быть друг, может быть враг, а может быть просто нейтральный человек. Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек на твоем жизненном пути – твой великий учитель. И поэтому все это мы будем делать вместе. В каком режиме? Моя душа, мой высший руководитель говорит о том, что я шесть раз в неделю буду выходить вот так в прямой эфир и публиковать потом эти видео также на других перечисленных выше мною интернет-ресурсах YouTube, Telegram и ВКонтакте. Так как YouTube могут в любой момент у нас замедлить, то поэтому, естественно, ВКонтакте у меня есть страница, я сейчас ее буду тоже активизировать и буду там публиковать. Так вот, сейчас попью. Говорю-говорю, я же тараторка, я же стрелец. Хотя, скажем, вот, что, как важно познавать себя, как важно познавать те энергии, которые нам дает иерархия зодиака. Когда мы рождаемся, у нас есть натальная карта, где видно наши кармические узлы, те энергии, которые у нас уже все проработано и во благо, и то, чему мы должны научиться. И вот я, например, родилась 19 сентября, всегда считала себя солнечной девой, но оказывается, вот на сегодняшний момент, во второй половине жизни, да, я прожила полвека и тогда только начала понимать себя. А я хотела бы, чтобы вы, молодежь, наша прекрасная, которая будет строить светлое будущее, свое, своих семей, своих городов, нашей страны, планеты Земля, чтобы вы изначально знали. И да, будут активны все комментарии, если у вас будут любые заморочки, пишите, я буду с вами в онлайн, в контакте, буду с вами общаться, и чем смогу, тем помогу, потому что мы девы, мы великие помогатели. Помочь – это наше, вылечить, худеть еще мы тоже любим делать, это наше любимое деве качество. И почему вот мне дали вот столько девяток, да, 19 сентября 1969 года? Потому что я прокачала вот это уже энергии, помогательство. И вот Алексей Михайлович, Алферов, он сказал такую замечательную фразу, я ее приватизировала, которая говорит о том, что все люди живут из парадигмы взять как можно больше. Я знаю, как это. Но я теперь выбираю парадигму отдать как можно больше, взять как можно меньше. Взять столько, сколько мне нужно. Но самое главное, что давать? Делиться знаниями. Знания, они есть вот в эфире, да, они на планете Земля существуют всегда. И писатели, ученые, где они берут? Вы думаете, из мозга? Нет. Все эти знания, все эти коды прописаны и существуют в эфире. Кто-то это называет хроникой Акаши, кто как. Мы будем со всем этим разбираться. Почему я решила делать молодежный канал? Потому что очень много блогеров, очень много людей пробужденных, очень много учителей, наставников, которые делают прекрасные курсы, но они все платные. А я понимаю, что молодежь это самая вопрошающая категория. Это наши почемучки, которым хочется понять. А когда непонятно, это тогда бунт. Давайте не будем доводить до бунта. Давайте разбираться в этом. Потому что бунт – это больно. Я знаю, мой сын носил этот бунт, эту боль. И сегодня, будучи человеком яснознающим, ясновидящим, с 2013 года я вижу свои прошлые воплощения. В последнее время я уже настолько раскачала свой ментал и благодаря книге в том числе. Потому что когда через полтора миллионов знаков Google Doc меня выкинул, я такая нажимаю, а не нажимается. Потом такая красная надпись. Типа вы, а в этой суперато, у вас больше полутора миллионов знаков. Я такая, окей, я открою следующий Google Doc. Вот. Поэтому меня книга очень сильно прокачала. Я думаю, что то, кто я есть сегодня, это и благодаря этому, естественно. Потому что, ну так, ну лежала бы я на диване в Лугану, вокруг пальм там и, ну потому что Луган это южная часть Швейцарии. Не думайте, что Швейцария это только высокие горы, коровки. Кстати, в предыдущем эфире я очень подробно рассказывала о Швейцарии, потому что 1 августа в предыдущем эфире, который на Ютубе, 1 августа был день рождения Швейцарии. Я очень люблю эту страну, очень благодарна ей за то, что вот эту мою самость, эгоцентризм, цинизм, хамство, вот эти, всю мою скорлупу, которая была у меня, да, вот эта любовь к этим тачкам, ради которых я тратила очень много времени, хотя нет, мне муж давил крутые тачки, моя компания называлась Ольис Интернешнл, и может быть кто-то из вас видел и по Швейцарии, и в Москве ездила такая, сначала у меня была X5 золотистого цвета с латвийскими номерами LV Ольис, Ольга Лисицына, а потом уже, когда мы переезжали в Швейцарию, мой муж, отец моих детей скончался в 2006 году, поэтому опыт, так сказать, потери отца, родителя, я тоже очень подробно описываю в книге, но именно глазами молодого человека, именно глазами Андрея, главного героя нашей книги. Соответственно, я уже, когда решила переехать в Швейцарию, купила себе белую X6, а номера у меня еще оставались, повесила, значит, эти номера, и мы счастливы уехали жить в Швейцарию с моими двумя сыновьями. Об этом будем все время говорить в предыдущем эфире о Швейцарии. Смотрите. Так вот, сидя напротив моря, я поняла, что надо обнулиться. У меня уже, я в апреле месяце в Сочи, в Сириусе был всероссийский жилищный Росконгресс, а так как у меня в Москве около 20 лет, более, да, 25 лет, с 91-го года, считайте, я работала, в 96-м я открыла уже офис на Патриарших прудах, Большой Казикинский переулок, дом 19, дробь 6, там сейчас галерея моего друга, 360 метров, очень классная, российским искусством начала века мы занимаемся, 20-го. Вот. И, так, я куда-то убежала, сейчас я вернусь. Так, сейчас, минуточку. Я говорила про офис. А, да, нет. Ладно, начну другую. Мыло мочало, начинаем сначала. Я могу говорить бесконечно. Мы с тренцами такие. Значит, офис, машина, Швейцария, возвращаемся в Россию. Росконгресс. Вот. У меня были вот такие длинные волосы, седины много, но я решила, думаю, в апреле, но вроде бы уже как-то не имиджево идти в бизнес. А, все, я вспомнила. Дизайн интерьеров. Потом, когда я переехала в Швейцарию, я делала и дизайн интерьеров, и занималась реал-эстейт, недвижимостью. А, фэмили офис у меня там было, это администрирование недвижимости, естественно, русскоговорящие. В основном были клиенты Казахстан, Россия, Белоруссия, Украина, все, Азербайджан, все. Вот. И, но, опять же, я буду всех вас учить на своем опыте, никогда никого не слушать. Я покрасилась не потому, что мне не хватает уверенности. У меня акциндент во льве и Венера во льве. Очки, шляпы, эти балдахины на голове я ношу, это для нас любовь как корона. Вот. Нет, я опираюсь на закон целесообразности. Первое, слушаю себя, спрашиваю. Так, что мне делать с волосами? Потому что они стали спутываться, они сухие, они уже мертвые. Окей, мне их подстригли вот так покороче и покрасили опять мой шоколадный цвет. Но я ходила, мне не нравилось, блин. Вот. И поэтому они мне отрастали, отрастали. Так как я ношу шляпы, мне вот так отросли. И 14 июля с утра у меня было совещание, я вот так смотрела вот эти отрыщенные волосы, думала, блин, что-то нет. Ну, короче, у Трахманинов сижу напротив моря, солнца, я с солнцем как с папой разговариваю, я говорю, папу, скажи мне, пожалуйста. Вот. У меня такая иерархия семейная. Короче, папа солнца, мама земля, бабушка луна. Ну, когда я вам буду рассказывать о цивилизациях, о расах, о жизненной волне, которая с планету на планету переходит, там я вам и про Луну, и все подробности, и про все наши. У нас сейчас пятая раса. Четвертая была Атлантида, третья лемурийцы, 15 миллионов лет нам дали разум, и по сути, каждый человек имел тысячи воплощений, и когда вам говорят десять, не верьте. Вот. Вам льстят. Льстят, чтобы заманить вас в свои учения. Это не так. Вот. Есть закон целесообразности, я все вам и расскажу. 15 миллионов лет назад нам дали разум, чтобы мы выбрали хитрость. Ладно. И у человека есть отрезок времени от момента, когда нам дали разум, и, соответственно, законы мироздания были прописаны создателем. У нас есть космические строители, и там один из основных законов закон свободы выбора. Почему в 14 лет у нас у всех начинаются проблемы с родителями? Потому что в 14 лет активизируется, вырастает, заканчивает свое строительство тело желаний. И нам надо уже идти практиковать, а нам говорят, что жди до 18 лет, ты денег не зарабатываешь, и все остальное. Об этом все мы будем тоже говорить. И вот далее разум. Закон свободы выбора. И вот опираясь на свой разум, мы должны выбирать, что мы хотим. Белое платье одеть или черное. Спагетти или там, не знаю, ризотто, или пиццу, или суши. Но это я сейчас в утрированной форме, в простой. По сути, благодаря книге я научилась законы мироздания переводить на современный простой язык. И об этом мы обо всем будем говорить каждый день. Пока у нас август месяц, пока вы еще не учитесь, я буду выходить вот так, ну, вышла и вышла. Проснулась, подумала, включила. Я сегодня недолго настраивала все. Вот. И, соответственно, буду выходить в эфир. А с 1 сентября я, как дева, буду выходить пунктуально в 14.00. Прямой эфир. Далее. Вот этот отрезок времени. Вот нам дали разум. А итог, цель нашего вот этого путешествия под названием много-много-много жизни воплощений это, что у нас столько опыта, когда мы знаем, как это быть убийцей, как это быть вором, мошенником, проституткой, ученым, там, учителем, вот все-все-все-все-все навыки, да. Самое сложное это созидательные, когда мы уже должны знакомиться с энергиями созидания, творения, учиться быть сотворцами. Да, вот я созидаю книги, до этого созидала интерьеры, но навык созидания интерьеров дал мне навык визуализации, а навык визуализации помог мне видеть прошлые воплощения. Наше сознание открывается по готовности, когда вы готовы увидеть, что, например, в прошлом воплощении вы убили своего отчима, за этого он вас бил в данном воплощении, а потом он пришел в виде вашего сына, с которым у вас, блин, заморочки. Почему? Потому что. Так вот, вот этот отрезок, когда уже после шестой расы, раса, которая вот сейчас мы туда медленно будем переходить, мы сначала должны вот это все невежество наше кровожадное убрать. Поэтому столько воин сейчас, столько катаклизмов на планете Земля. Когда жизненная волна, вот сейчас мы уже переходим в эру водолея, Россия, кстати, родилась под знаком водолей, под Швейцария, под знаком Девы. Мне там нравилось там все по полочкам. И опыт их лучшего строения государственности и социума я взяла. И буду воплощать это здесь в жизни. Ну, по крайней мере, писать об этом и делиться с вами, и, возможно, с вами вместе мы соберем со всего мира «Мудрой жизни 21». Почему я назвала свою, скажем, философскую ассоциацию? Именно поэтому, потому что мы должны мудрость собирать, знания, потому что веры сегодня одной не хватает, нужно знать, нужен фундамент. Потому что вера – это, понимаете, вот сколько человек, столько и мнений. И, представляете, вы должны каждому мнению не верить. Выбирайте сами. Закон свободы, выбора и воли. Так вот, вот это вот шестое, когда мы уже будем созидатели, когда мы будем читать мысли друг друга, когда невозможно будет лгать, потому что ты все видишь, льстить тоже. Вот мы сейчас плавно переходим в эту эпоху. И тогда, когда мы уже станем такими богочеловеками, тогда по, опять же, по иерархии, у кого какие энергии, кто-то станет ангелами для следующей волны жизненной. Вот наши животные, они потом перейдут на жизненную волну, перейдут в расу людей. И мы будем их ангелами. Кто-то станет архангелом, кто-то скажет, нет, я хочу быть человеком, продолжать. Вот как к нам приходили Сократ, Конфуций, Будда, Иисус, люди, люди-боги, люди высшей, скажем, иерархии, которые с нами делились своими знаниями. Соответственно, чтобы человек стал уже сам созидателем. Богом я вам не буду говорить, а то зазнаетесь, еще пока не о чему. Соответственно, вот этот промежуток. И у каждого человека есть своя скорость перемещения. по жизням, да? Но обычно она так идет сначала, инволюция, ужас, 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 получше, 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 вроде так ничего, и потом пошел, пошел рост. Так вот волна идет. Соответственно, у каждого своя скорость. Есть ястребы, есть улиточки, есть черепашки, да? Есть скунсы. мироздание, оно поэтому такое разное. Вот, например, кошечки чему нас учат? Кошечки нас учат закону свободы выбора. Хочу приду, хочу не приду. Чему нас учат собачки? Собачки нас учат безусловной любви, вот этот хвост, который они все время, и нам эту любовь, да? Есть бойцовые собаки, почему? Кто их делает бойцовыми? Люди. Охотничьи собаки есть. Кто их делает охотничьими собаками? Люди. Потому что есть еще кровожадные улиточки, пиявки, которые хотят еще, или там тигрята, которые хотят еще вот это, им не то, что они, они и хотят, потому что тело желания очень близко к животному уровню развития, но им надо получить этот опыт. Вот они его получат, потом дальше пойдут. Вот он отрезок. Соответственно, у каждого, кто уже, сколько уже прошел человек и сколько ему осталось до вот того Бога-человека. Как говорится, не суди, не суди, вы будете, поэтому, в общем-то, нам и давались такие знания, что не надо никого судить. потому что у каждого свой опыт, что посеешь, что и пожнешь, законы, причинные следствия, на санскрите называется карма, все, все это будем разбирать. И поэтому я решила, я думаю, окей, я подстригусь. И я сказала, я должна это сделать до 14 часов, 11 часов или около 12. Я встала, пришла домой, я владею методом биолокации при помощи маятника. Я могла проверить, да, открывается канал с моим высшим я, типа, подстригаться мне на лысо или нет, но я решила этого не делать. Я взяла, потому что я знала, что это я хочу, и я хочу точно, у меня не было сомнений. Да, вот переезжать в Швейцарию или не переезжать, у меня были сомнения? Вернуться в Россию домой у меня не было сомнений, было такое немножко волнение, да? А вот подстричься на лысо у меня сомнений не было. У нас на Парковой улице, я когда от себя, я живу рядом с Парком Рибриера, а мама живет на Новогинской центре, я когда иду, иду по Парковой. Я видела там салон, все же стильное, такое классное, я же дизайнер, мне вывески нравится вот это все. Я видела, там был этот бородатый салон, ну, для мужчин, барберы. Я такая туда захожу, время было тринадцать двадцать, где-то так. Вот, в шляпы иду. Захожу, волосы, значит, эти мои мокрые. Вот, и так я говорю, я говорю, скажите, пожалуйста, к вам записываться надо или можно подстричься. Они говорят, ну, до пятнадцати, типа, после пятнадцати можно не записываться. Я говорю, а мне надо до четырнадцати. И я такая говорю, я хочу подстричься на ус. Они такие, на меня все. Там было два клиента, мужчина с красивой бородой, вот, и женщина, которая меня стригла. Они такие, точно? Я говорю, да, она говорит, садись, подожди, десять минут. Я такая, села, нафоткалась там, естественно, вот, и она меня берет, она говорит, вы точно уверены? Я говорю, я могу даже написать расписку, что я психически, ну, психически нормальный человек, что я беру на себя ответственность. Она говорит, да, давайте, она говорит, я тоже несколько раз думала об этом, я говорю, а я ни разу не думала, ну, вот делаю. Вот, и у меня, я сделаю потом, смонтирую видео, я вот так телефон держала, и она говорит, типа, а, вот так меня стрижет, я говорю, так стригли Жанну Дарк, потом вот так, она говорит, так тифозно. Короче, она меня на лысо подстригла, мне кажется, я уже час говорю. Я на всякий случай сейчас с вами быстро прощаюсь, и завтра продолжим этот разговор. Но я хочу сказать, блин, я не помню, сорок четыре минуты, по-моему, я начала, тавры, сорок четыре. Хотела двадцать пять-тридцать минут, у стрельцов так не бывает. Завтра расскажу вам, как я купила арбуз и пришла к маме лысой, как реагировали мои друзья, знакомые, и в сети, где у меня прямой эфир, в том числе, потому что мне там понятно, что швейцарские каналы. все из которых запрещенные у нас Российской Федерации. Такие дела. Очень рада буду с вами знакомиться. Не буду умолять вас, будьте моими подписчиками, ставьте лайки. Я верю в закон целесообразности, и законы подобное притягивает подобное. Я знаю, что у людей, у которых есть вопросы, у которых есть боль, они найдут, их ангелы приведут на мой мультиканал Мудро 21 и в мой проект Мудрость Жизни 21. До завтра, дорогие мои новые друзья. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok